Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой её и гарантированно получи один товар! Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри! Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно! Проиграть просто невозможно! Уже более полутора миллионов человек испытали свою удачу! Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту! Сранбокс выигрывает каждый! Запустите утреннюю трансляцию! Я, конечно, полагаю, что у него время в часовой поезд другой! А вот у нас у всех утро! Почти! Кто-то из вас живёт где-то вдалеке, у него уже день, вечер, ночь, неважно! С вами Эльдар КЧСВ! Да, я здесь! Мне написали, что мои песни лучше, чем у Федука! Зависит от вкуса, конечно! Конечно! Кому-то больше нравятся мои песни! А большинству нравятся песни Федука! Вот! Нормальная тема! Федук очень крутой! Федук талантливый! Как зовут собаку? Собаку зовут Покупайте Мерч! Чё не в школе? Ну, прогуливаю, как видишь! Как видишь, прогуливаю собаку! Ой, сейчас надо за опёселем внимательно следить! Мы зашли в парк, он может начать есть кал! Эй, кал! О, круто! Я могу читать комменты и следить за собакой, если её снимают! Как удобно! В Калининграде живу, у нас тут 9 утра! Ну, доброе утро, Калининград! Как тебе новый альбом, Федука? Я ещё не послушал, если честно! Много альбомов! У меня на очереди стоит альбом Триппер Реда, который вышел час назад, наверное, или в 2 часа. И заодно предыдущие две части этого альбома. Я увидел, что у него вышел альбом с цифрой 3, такой, так, ну, надо ещё предыдущие два послушать. Мне очень нравится Триппер Ред. Он очень разнообразный и крутой. На предыдущем альбоме была рок-музыка такая, прям бенгер охуденная. И такой старый хип-хопчик под бум-бэп. Это прям интересно. Я очень люблю, когда ты включаешь и... Маленький ещё. Когда включаешь и артист не... Ну, не в рамках, короче. Я люблю, когда много разного. Ой, 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 ой! Ров, всё, начал сходить с ума. Пойдём, пойдём, пойдём я тебя отпущу. Ой, всё, всё, разыгрался. Просто посмотрите на него. Продолжать сценарий клипом писать, видно развитие, в каждом разом всё круче и круче. Короче, ну, спасибо. Просто на Соболеву, правда, очень легко писать клипы. Я пока писал, я ещё несколько клипов придумал. Очень просто играться на нарциссизме, самолюбии там и так далее. И очень охуенно всё это утрировать. Вот, ну, спасибо, буду развиваться. Факт, я, ну, просто только, ну... Да я не знаю, ну, вот просто интересно такое. А, давай попробуем. Да, это прикольно. А где все пёсели? Никто не гуляет. Утро, парк, никто не гуляет с пёселями. Чё, пойдём в другой детский сад, Ров? Есть собачьи детские сады. И там пусуются пёсели. Там по 10-20 псов. И они прям дико угорают. Это прикольно. Спорт с Ивлеевой в силе. Спорт с Ивлеевой закончился. Кое-кто проиграл. Об этом вы узнаете в моём влоге. Мне нужно... Чё я буду вам сейчас рассказывать? Вот я потом напишу кликбэтное название. Вы пойдёте смотреть. Всё как положено. Я вставлю интеграцию. Заработаю деньги и сниму клип. Видите, я... Какой продуман. А, блядь, думаю наперёд. Хавать говно интересно. Возможно, возможно. Кому как не... Кому как не вам узнать об этом, мои дорогие зрители. Смешно, правда, да? Когда я повторяю шутку. Типа... Ну, типа, вы говноеды, короче, поняли, блядь. Как долго вы гуляете? Ну, короче, по утрам часа полтора надо с ним гулять. Да и вечером желательно где-то так же. Ну, в среднем, в среднем мы два с половиной часа гуляем. С ним ещё надо днём гулять, но, блядь, ну, пока он малыш. Блядь, ну, мы практически всегда не успеваем. Так что... Хоть раз был в Шерегеше. Вот, по-моему, нет. Я никогда не увлекался сноубордом, лыжами, спортом. И поэтому не был в Шерегеше. Пока там Саша Телекс, ещё кто-то. Катались в горнолыжке. Я ездил иногда на горнолыжку в лесной. Это тоже рядом с Новокузнецком. Я просто там бухал. Как бы... Я выбирал не спорт, а спирт. Когда в Украину концертом. Киев будет где-то в апреле или в мае. Где? Точно. Киев будет точно. Ну, по крайней мере, мы его забиваем. Седленно, Москва, Питер тоже где-то там же. Ну, и остальной тур ориентировочно. Март, апрель. Уже скоро появится информация. Сколько будет городов, я не знаю. Какие будут города, я не знаю. Но, естественно, будут самые крупные города. Это по-любому. Пока что я не хочу... Маленьких... Ты что делаешь? Пойдём отсюда. Мне кажется, он хочет какать. А тут такое поле чистое. Пойдём, Рофф. Я что, по-любому. Планируешь ли из Рашки переехать? Нет, конечно. Россия очень крутая страна. Я не представляю жизнь за границей. Ну, то есть, типа, в качестве эксперимента полгодика пожить с радостью. Вот, переезжать на ПМЖ из России. Я, извините, ебалову маму рот. Шо то, хуйня, шо это. Потому что, ну, типа, у нас очень крутая страна. Тут много недостатков. Огромное количество недостатков. Менталитет местами долбоёбский. Ну, как мне кажется. Но всё равно страна-то очень крутая. И, ну, мне кажется, это... Я патриот, типа, не в плане патриот, как... А я просто, ну, я люблю страну. Я не люблю государство. Я люблю страну. Она очень крутая. Она очень красивая. Здесь хорошие люди. Здесь охуенно красивые девушки. Здесь всё круто. Здесь большие возможности для развития. В Европе нет такого. Например, да, там... Здесь каждый пиздюк открывает. Кальян, барбершоп, вейп, смузи-бар, да. А в Европе такого нет. Тебя нахуй сожрут вместе с говном. Налоги. Хотя здесь тоже большие налоги. Их просто много. Они разделены на части. Но, тем не менее, здесь есть возможность. Короче, люблю я Россию. Ров, ну, бля... Я понимаю, что детство. Играть хочется, но не с кем. Не с кем, братан. Эл, ты читаешь книги? Да, я читаю книги. Читаю разные книжки. Сейчас я взял... Чё я сейчас читаю? Ну, я продолжаю читать какую-то задротскую литературу, типа. Но сейчас я ещё взял какого-то китайского чувака, искусство войны. Не просто стало интересно. Я прогуливался с Рофом. Роф мне открывает, на самом деле, очень много интересных мест, закоулочков и питерских двориков. И в одном из питерских двориков я нашёл магазин с книгами Дальнего Востока. И я взял там как раз искусство войны. Я слышал про неё, решил прочитать. Начинал. Мне пока сложно давалось предисловие из-за огромного количества неймдроппинга. Типа, Сунь Циньяо сказал Мунсикаву, ты должен быть Ахусинькао. И я такой, ёбаный стыд, когда-нибудь потом. Есть прикольная хуйня про творческое мышление. Она мне просто тоже случайно... Мне очень много книг просто случайно попадались. По рекомендациям или просто... Как люди думают. Я не помню, какой-то русский автор. И это... Там просто, в принципе, рассказывается про разные способы... Творческое мышление. Оно просто как... Набор разных статей, как будто бы. Да, ну, вот его интересно посмотреть. Я люблю такое говно, потому что оно... Как бы твои и так существующие знания в голове иногда рассортировывают. То есть к такой хуйне я иногда обращаюсь изредка. Но почему бы и нет? То есть нельзя сказать, что такое очтиво, оно бесполезное. Оно, типа, упорядочит скорее. Это как... Вот... Рофи, ну ты что такой прямый? Ты что? Иди сюда. На вкусняшку. Это как вот мы с Ильичом... Нас позвали вести образовательные видеоблогерские курсы. Ну, наши друзья, там и скиллбокс, Юла. То есть, типа, чуваки пиздаты. Ну и денег заплатили, конечно, нормально. И мы пришли и просто часов, наверное, шесть отвечали на наводящие вопросы про видеоблогинг. От и до. И мы так кайфанули. Мы вышли с Ильичом охуенными. Мы по факту поделились своими знаниями. Но мы прям заряженные вышли, потому что нам заводили наводящие вопросы от начала и до конца. То есть, с развитием. И мы после того, как ответили на все эти вопросы, мы как будто... Ну, у нас все в голове разложилось. Все наши знания разложились в голове. Вот точно так же. Это крутая фигня. Рюкзак, альбома. Хорошее словосочетание. Не понимаю, о чем-то. Ров. Вильдар, в каком районе живешь? Я живу в центре Петербурга. Я думал... Я думаю, что все об этом уже давно знают. Я перееду за город, я так полагаю. После нашего зимнего отдыха где-нибудь в тепле я хотел бы переехать за город. Мне надоел город. Типа, во-первых... Ой, говно, говно, говно. Ну, во-первых, в принципе, я бы хотел сменить. Кардинально сменить обстановку. Во-вторых, все-таки, ну, типа, мне надоело пошкериться. Иногда, знаете, по 20-30 минут в подъезд заходить. Ну, честно, блядь. Когда там кто-то рядом тусуется или что-то еще. Ходить как долбоеб. Чтобы не выследили паранойю еще. Ну что, и плюс сейчас собака появилась. И как бы всем уже очевидно, блядь, где я живу, конечно же. Там, где я нахуй с ней гуляю. Так что, я бы с радостью. Ну и плюс, давно очень хотелось попробовать жизнь за городом. Потому что, мне кажется, это interesting experience. Why not? Why not? То есть, понятно. Мне вот риэлтор сказал. Люди, он постоянно гоняет туда-сюда людей. Ров! Фу! Постоянно гоняет туда-сюда людей. Кто-то из города уезжает, кто-то обратно. Вот, по-моему, понятное дело. На полгодика я бы сгонял. Ров, что ты, блядь, там жуешь? Пойдем. Ильдар, куда пирожок снова? Хороший вопрос. Да. Отличный. Я сам не знаю ответ на этот вопрос. Поэтому, Илья, сейчас спрошу. Откуда у тебя столько времени на пса? Я ложусь до 12 стараюсь. Ну, в час иногда. Ну, крайне редко. Сейчас буду переставать так делать. А просыпаюсь, ну, часов в 7-8. Типа, время есть всегда. Рофи, не туда. Нет, братан, ну ты надоел. Пойдем, эй, пойдем, покажу тебе, что привлекает собака. Типа, покажу тебе огромную коробку говна. Тебе вообще понравится. И там можно будет лизать свой писун. Он просто любит это больше всего. Вот, короче, время на пса есть. Ну, плюс есть Яна. И она очень много времени, здравствуйте, проводит с псом. То есть, прежде чем вы будете заводить пса, подумайте о том, что это очень много ответственности. То есть, Роф, дай я тебя отпущу. Роф, 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 Роф. Это очень много ответственности. И в первое время ему понадобится чуть ли не полдня на него. Чтобы все это. Вот тем более вот такой, как у нас. Его же после каждой прогулки мыть надо еще полностью. Вот, типа, он вот так вот побегает, изваляется, подходит с ума и будет весь в говне. Сложно ли, вот он пишет, хочу собаку, наверное, это сложно. Но просто будь готов к реально большой ответственности. Мне повезло, у меня, ну, девушка. Очень Роф. Ура, наконец-то есть с кем побеситься. На него вчера весь день лаяли сучки. Просто злостно. Он вчера познавал жестокий мир. А он-то у нас добрый очень и... Ну, любит со всеми угорать. Где я сейчас? Какая разница? Ну, все равно я стараюсь не подпускать к себе людей. Я же ЧСВ. Собаку выгуливаешь? Нет, бро, она выгуливает меня. Посмотри, она... Я вчера попробовал ее поднять, она... Ну, он, точнее, все. Он почти неподъемный. Ну, все. Когда в Новокузнецке? Я был недавно. Несколько дней назад я был в Новокузнецке. С концертом, но весной я хотел бы, да. Ой, кажется, я в каку наступил. Не люблю людей, которые не убирают каки за собаками. Я бы вам рассказал историю, связанную с ровом и каками, но дождитесь зашкварных историй. Я там рассказываю. На следующей неделе должно выйти. То есть это прям, знаете, когда у тебя появляется собака, это много зашкварных историй у тебя появляется сразу. Будет сейчас какой-то мерч, просто сейчас не могу купить. Слушай, да, он будет продаваться, рок-н-рофф будет продаваться. И более того, худи будут постоянно. Футболки, лонги мы не будем дополнительные шить. То есть продадим и продадим. Ну вот, да, как-то так. Ну и плюс будут еще разные штуки, приколюхи. Почему нет? Мерч это прикольно. Мне нравится это движуха, типа, когда. Есть люди, которым нравится. Ну, то есть, когда люди вот так вот показывают. Это прикольно. Я даже не задумываюсь в такие моменты. Там общественный туалет. Там общественный туалет. Рофф! А он у нас любит все, что связано с туалетом. Роффи! Роффи! Так, сейчас, ой, мой ебал. Ой, ну все. Давай, вот так поваляйся. Вот так поваляйся. И тебе привет. Давай, давай, давай. Пойдем куда погрязнее, бро. Роффи, эй! Пойдем. Ой, прости меня, пожалуйста, пясять. Так, я, наверное, на что-то отвечал и сбился. А, так вот мне... Вот с мерчем прикольно, когда люди... Ну, никогда не додавался я отчет в том, насколько это круто. Что люди тратят бабки, типа, и гоняют в этом. Честь, это честь. Я люблю вас подъебывать и стебаться, и угорать, и посылать нахуй, но... Ну, это правда честь. Я редко говорю такое, а это круто. Тебе сопля на усах, братан. Где? Это не сопля. Это похоже на то, что я седею. Годы меня... У меня уже 34 года. Чего вы хотели? Го, новый альбом. Не, ребята, я не могу укрепать альбом за альбомом. Не, могу, но не хочу. Не хочу обесцениваться. Ров! Ров! Сидеть. 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 Давай я тебя прицеплю, и мы с тобой... Сейчас я вас в карман покажу. Одну секунду. Так. Стой. Все, пойдем в какую сторону пойдем. Не тяни меня. Нет, нет. Срочно ты бросишь канал ради одного миллиона долларов? Один миллион долларов, это 70... 65-70 миллионов рублей. Да, наверное, нет. Нет. С канала можно больше... Хотя... Ну, с другой стороны, у меня же несколько каналов, правильно, поэтому можно... Нет, но за один миллион долларов нет. Ну, кстати, выйдет скоро видос на канале, где мы с Николаем Соболевым рассуждаем о том, кто бы переспал с бабушкой за сколько денег. Пойдем, Ров, пойдем в другую сторону. Все. Ой, смотри, еще песили. Ой-ой-ой-ой. Ой, как мы сразу... Так, продолжаю читать вопросы. Ты любишь своего пса? Ну, я постепенно... У меня постепенно появляются какие-то эмоции, чувства. Я не могу сразу полюбить пса, которого завел, типа... Вот, надо привыкнуть. Вот к коту я привык, например. Вот, и люблю его очень, а Ров, а ну, начинаем, начинаем. Маленькие мальчики. Ров, не тяни меня, пожалуйста. Можно сфоткаться, подойти. Нет, нельзя. Я натравлю на тебя... Не тяни меня, братан. Не тяни, не тяни, не тяни. Ну, редко-редко, но угорают. Ну, так, очень. Они, в принципе, очень... Они оба очень такие флегматичные, типа, спокойные, как я. Активные, любят угорать, но спокойные. Да. Да. О, что я? ты лучше спасибо я знаю ой ой лай услышали да надо бежать надо бежать надо бежать так тяжелее бухать ров нет 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 сша и писос пойдем в другую сторону пойдем собака больше тебя весит скоро будет я полагаю что скоро будет я вечно 47 собаку уже больше 35 наверное мы забирали месяц назад его 19 килограмм весел петухан ров и вот все он сильнее сильнее становится прям иногда упрямиться и такой нет ты поди я не знаю как почему все пишут я тебя вижу но никто не подошел потому что я очень прошу ко мне не подходить пойдем 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 все уже мы очень долго гуляем сегодня пойдем ров ой сейчас блять запутается уже нет рози пойдем все он напал напал на маленького пёселя когда ему не нравится кстати что я его тяну что ли с кинологом пока не было вопроса ну типа пока не было урока о том как его правильно звать к себе и не давать его ему съебываться тискай с собой вкусняшки для него я таскаю все с ума сошел да кстати спасибо что пишите мне как обращаться с собакой иногда это полезно сейчас за тобой никто не следит да откуда я знаю я стараюсь не обращать на это внимание потому что я часто акцентирую внимание на людях которые меня узнают у меня портится настроение я думаю ну я что долбоёб ну еще надо менять отношение к этому поэтому если кто-то на меня смотрит эпоху если просто кто-то меня кто-то за мной будет ходить очень настойчиво я завду за угол возьму кирпич и когда этот человек зайдет за угол я ебну ему кирпичом по голове и ограблю его на граблю я басу и выебу в жопу и в ухо я опасный и бу в ухо детей профи олды тут ну смотря откуда ты отсчитываешь олды олды у меня разные бывают можно вот тут сколько вот дорогой олд сколько ты со мной если ты 3-4 года то это не считается олды это те блять это те кто в новокузнецке слушал мой рэп кстати забавно люди же пишут что я стал чсв а мне еще в 16 лет в новокузнецке говорили что я зазнавшийся уёбок круто круто я всю жизнь чсв был для всех ну типа для людей я просто вспомнил песню где я читаю о том что я зазнался в 16 лет или в 15 эльдарка чсв сделай ванчу флеев я бы с радостью но просто ждем ванчу пишите хэштег ванчу в инстаграм когда фоли айф вместе победим гав казахстан я с удовольствием я с большущим удовольствием как только так сразу ров выгуливает ульдара просто пиздец надо реально ну то есть скорее обучать правильно ходить потому что ну бля я уже иногда не вывожу вот так играл в Red Dead Penetration 2 блядь Penetration ну да чуть-чуть поиграл мне не понравилось скучная хуятина какая-то ну я типа не то чтобы геймер но when i was very high я купил Red Dead Penetration сука мне нравится Penetration слово охуенно красное мертвое проникновение класс я купил эту игру типа Rockstar прикольно потом проснулся утром уже был трезвый и такой ну и что за хуйня и два раза поиграл исключительно из-за того что купил ее за 4 или за 5 тысяч рублей ну не мое я в этот же день купил себе Fortnite это вот ну было неделю назад наверное полторы или когда там и Fortnite мне зашел прикольно но я в я не геймер вообще абсолютно то есть меня не не привлекает мир игр никак ну вот что мне понравилось это GTA 5 охуенно в такое можно рубиться и и долго очень это прям прикольно а в целом все ну то есть я когда играю в эти игры мне страшно становится в плане я прям чувствую как у меня время утекает эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, короче, не очень люблю Игры, вот о чем речь То есть я Проебывать время можно Но Таким образом мне что-то не нравится Так, Рофф, сейчас мы будем Переходить дорогу Нет, не будем, пойдем туда Пойдем прямо Будут ли влоги с путешествием? Я думаю, что нет Мне понравилось путешествовать И не снимать это Поэтому не будет Да и вообще влогов скоро вообще не будет То есть будут только бэкстейджи С каких-нибудь съемок там Или еще что-то Влогов не Ну то есть бэкстейджи со съемок Это прикольно Такая хуйня мне нравится А намеренно куда-то что-то Идти, снимать Но если честно Я уже очень давно этим не занимаюсь То есть все мои влоги Это бэкстейджи Ну и что-то А, да, ну и пламя Я ездил, влог снимал Потому что не было оператора Бэкстейджи его А я хотел снять материал Слушаю ли я аудиокниги Ну я вообще начал с них читать Вот, но нет, уже нет Аудиокниги Я вот когда в зал ходил Я слушал, но я часто проебывал Что там говорят Потому что мне сложно У меня сложно с фокусировкой Достаточно Из концентрации Поэтому для меня Любая аудиокнига Это Просто фон Так что нет Будет ли фид с ЛСП? Нет, не будет фитосом Ой, ой, ой Что, побежишь за машиной с псом? Да, давай Что будем делать? Ну-ка, давай Принимай решение Давай, давай, ну-ка Ой, ой Ничего не поделать, да? Ой, жаль Ой, жаль Ой, жаль Как погода? Нормальная Осень очень хорошая Как по мне выдалось В Новокузнецке, кстати, мы были Вот мы приехали Точнее, мы прилетели что-то в 5 утра Приехали в гостиницу Легли спать И пока мы спали Выпал снег И там просто зима началась Видели, наверное Ну, кто-то видел мои сторис А приезжаешь потом сюда Осень красиво Классно Ну, и душа радуется И здорово Классно И типа уже не так уебищно Не очень люблю зиму Но сейчас я жду зиму Как никогда раньше Потому что зимой у нас Как я уже миллиард раз рассказывал Начинается лето Так Так, давай, Кров Перейдем здесь Ну, не рвись Не рвись Не рвись Отжали меня Мне написали Базару ноль Как скажешь Как хочешь Представь Да Видишь пизду Будут фиты Да, сейчас одни фиты На самом деле Что-то пишут Типа Ну, как-то так получилось Будут разные очень Будут люди, с которыми Будут и С теми Кого вы знаете Очень хорошо Я не буду рассказывать Естественно Ничего нах** поверить Два сейчас таких Очень жирных выйдут И будет Пара даже С теми Кого вы вообще Не знаете То есть там Настолько все Я записал трек С чуваком У которого Которого очень давно Знаю У которого Под треками Типа По пять лайков На стене Так что По семь Ров сидеть Сидеть Так Ну, все Наверное Да Я из Украины Не могу купить Мерч По-моему Ты врешь Мы доставляем По всему миру Во всем мире Можно покупать Наш мерч Проф Ты блядский Петух Добро пожаловать Это Лигевский Проспект Теперь ты видел Все Ну, что Когда новый альбом Чей Ой, ой, ой Ой, он что-то унюхал Пиздец Несет Ой, это дерьмо Здорово Гуляющий Ох-ох-ох-ох Роб Остановись Пидор Говорят, что не везде Можно купить мерч Не знаю Я разберусь Сегодня спрошу Но это странно У меня много Годных треков Как их выпустить И не бояться Чужого мнения Очень просто Выпускаешь И не боишься Чужого мнения Бум Не за что Обращайся Бро Сколько с собакой гуляешь Ну, уже часа Два, наверное Полтора Вот он водит меня По таким закоулочкам Улицам Я изучаю Питерские дворы Прикольная тема На самом деле Открываешь для себя Прям очень много Интересных Колоритных мест Вот, например Да Центр Петербурга На доме уже плесень Прикол Вот так вот И вот там еще что-то Кстати, вот Если вы не в Питере И не знаете Вот тут вот В дворах Очень много Ну, по-почти В каждом дворе Вот такой вот Достроенный К дому лифт Это очень Странно И прикольно Смотрится Рофи Ну, пойдем же Мы тут все Понюхали Посмотрели Пойдем Ты что на джумбала Не забыл Что? Не знаю В чем Бля, я знаю Где-то Я недалеко Ща приду Не надо Не надо Пожалуйста В этом нет смысла Что за вопросы Что за вопросы странные Ты любишь Киню Ты любишь Как дела Обожаю детей Вписку снимали В Новокузнецке Не знаю Ничего Ничего Есть люди Которые умеют Вкладывать 2 плюс 2 И Получают ответ А есть люди Которые видят 2 и 2 И такие думают Какие у тебя Отношения С Хриванским Уже никаких Уже никаких Отношений С Хриванским Ну, то есть Буквально Ничего Нет, Ров Ой, блядь Пса увидел Ров Мы уходим Русские идут Домой Ров Тут же зебра Ёбаная Опа Нет 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 Я знаю Что тебе нравится То место Но, блядь Не тяни меня туда Мне, кстати, прикольно Очень прикольно Вести трансляцию И гулять с псом Потому что Время незаметно проходит Иногда гуляешь с псом И вот так скучно А сейчас хотя бы Разговариваешь И прикольно То есть Мы прямо сейчас С ним нагуляемся Я чувствую Потому что Мы гуляем Где-то реально Полторашку И чувствую я Что я еще Еще полторашка Могу с ним Погулять Пойдем куда-нибудь Заведешь меня Во дворы Ты не думаешь Снова о переезде В Москву Нет, не думаю Москва Очень большой И очень Долгий город Мне не нравится Там Он с точки зрения Логистики Я в рот Ебал Москву Вообще Ну город Охуенный Город Очень крутой Единственный Наверное Город Которым Занимаются Более-менее Ну Блядь Столица Че У нас Даже в Питере Здесь У нас в Питере Я прям Питерсбуржец Блядь Пиздец Здесь в Питере Даже дома Отмыть не могут Все выглядит Как говно Саное Я про другие Города России Вообще Молчу Вот Короче Главное Отличие Отличие Просто Это херище Между Москвой Питером Это Похожие Городы Но тем не менее Кардинально Разные Даже в настроениях Дело Питер Он такой Он про творчество Про депрессию Про апатию Про Алкогольчик И бар А Москва Она такая Про деньги Про клубы Про Вот Такое Немножко Про Красивый Город Очень Ну Питер Тоже Невероятно Красивый Один из Москва Питер Вообще Одни из самых Красивых Городов В которых Я был Просто Вот Они Кардинально Разные Мне ближе Петербург По своему Вайбу Чем Москва Ну И Представьте Когда тебе надо Сделать Какое-то Дело Да В Москве Ты можешь Делать Два дня Блядь Из-за того Что Два часа На такси Пятнадцать Минут На Метро Четыре часа На Монорельсе И Девять лет На трамвае Типа А в Питере Все очень рядом Близко И редко Когда тебе надо В кинуть Ебеня Типа Какого-нибудь Дебенко Я по-моему Ни разу не был В этих местах Может по-разу Короче С точки зрения Логистики Питер One Love Просто Очень круто Джарахов На Пушкинской Живет Ну кстати Я жил На Пушкинской Восемнадцать Вот Прямо Долгое Время Прямо У Пушкинского Сквера Практически Причем Я жил Там не один Мы жили С Ильичом Спязок Со Смелой Ой Куда ты Во дворик Решил меня завести Ну заходи Давай Ой 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 Куда ты побежал Хочу переехать в Питер Советуешь Ну Хороший город Переезжать Вообще Классная тема Я узнал Что из Новокузнецка Ну мне сказали Несколько А блять Я по-моему Вам рассказывал Я уже не помню О чем я рассказывал О чем нет Из Новокузнецка За последние три года Вроде как Сто пятьдесят тысяч человек Съебалось Там еще что-то И это просто Жесть Чтобы вы понимали Это Четверть города Четверть Сука Города Прикиньте Настолько Блять Умирают города В России Что ли Или что Я просто В ахуе Ой Ров А тут мы не пройдем Тут прикольно Но Тут нужен ключ Что-то Странное Типа Тебе нужен ключ Чтобы выйти Туда Ну ладно Пойдем обратно Ров Ров Ой Ой-ой-ой-ой Блять Не делай так больше Че там Брат Да Там брат Братцой Давай тур По московской области Ты что пизданулся Прости пожалуйста За выражение Просто приезжай В Москву На концерт Блять Концерт По московской области Блять Да Охуенно А потом Сделаем Типа Тур по Чипчеплыгину Ельцу И Всякое такое Как я хотел Междуреченск Там и так далее Ров Нет Пойдем У тебя эфир залагал Возможно Че Рофи Устал Эй Роф Многие здороваются Со мной Ребята Мы сейчас уже Закончим Но привет Всем привет В этом чатике Нет 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 Роф Тур по Московской области Тупо Ты сделал Мой день Все ребята Всем пока Всем хорошего дня Сделайте сегодня Чего нибудь Классного Если хотите Если не хотите Не делайте Ну лучше сделайте Хуль нет Да Действительно Когда Ну когда можно Че нибудь Ну пора уже Ебать Сколько можно Оттягивать Сделайте И будет хорошо Я честное слово Говорю Ну то есть Я без пиздежа Я знаю Я заглядывал Ладно Все Сделайте себе Сегодня хороший день Пока